«Каково это – вообще не иметь возможности иметь детей? И не из-за проблем со здоровьем, а потому что они позволяют власти страны, где живёшь?» Это на себе испытала китаянка Джан. «Я тоже являюсь жертвой политики одного ребёнка. У моего мужа уже были двое детей, когда мы поженились. Поэтому мне не разрешается иметь детей. Я никогда не смогу иметь собственных детей». Устаревшей и опасной для развития страны политику одного ребёнка называют даже официальные китайские аналитические центры. Перед ноябрьским съездом Компартии у китайцев была надежда, что политику, если не отменят, то хотя бы реформируют. Звучали предложения разрешить городским китайцам иметь не одного, а двух детей. Кстати, в случае с нашей героиней Джан это не поможет. Однако надежды на любые реформы окончательно развеялись на днях после заявления Ван Ся, главы Государственного комитета по демографической политике и плановому деторождению. Ван заявила, что «политика должна быть долгосрочной, и её основной целью является поддержание низкой рождаемости». Так называемая политика «одна семья, один ребёнок» была введена в Китай в 1980 году, то есть современное китайское общество всесторонне сформировано на её основе, и страна в полной мере пожинает последствия. Среди них старение населения, нарушение гендерного баланса, нехватка рабочих мигрантов и очень низкая способность женщин иметь детей. Кроме того, особому осуждению подвергается практика принудительных абортов и стерилизации, которую осуществляют по всей стране. И даже это ещё не все проблемы, говорит профессор Шаньдунского университета. «Практика торговли детьми также объясняется политикой контроля рождаемости. Детей стало меньше, торговцы похищают и продают их. Политика оказала огромное влияние на общество. Это разрушительная система». Как сообщила в октябре 2011 года государственная газета Женьмин Джибао, политика одного ребёнка предотвратила рождение 400 миллионов детей.